Добрый вечер! Я думаю... Мы начинаем, да, или нет? Начинаем! Лена, сейчас! Лена! Да-да-да! Обычно Лена начинает! Я не вовремя, да? Лена, сейчас! Дорогие друзья, добрый вечер! Я не вижу смысла тратить много слов на это бесценное сегодня время. Я рада вам представить наш подарок на 23 февраля и 8 марта. В основном 8 марта. Потому что в течение этого сезона женщины мне постоянно поминали с одного докладника, когда приедет Уфа, когда приедет Никупов, когда приедет Дни Сиридиоликов. Вы знаете, к своему стыду я их тоже впервые сегодня услышала вживую. Надеюсь, это не в последний раз. Поэтому можно, я посмотрю сегодня концерт, ничего не буду вам рассказывать. Я рада, что несмотря на эту бургу, снежную, мартовскую, несмотря на котов, которые нам мешают слушать сегодня концерт с этой стеной, с плотной и толстой, наш концерт-концерт вам принесет макро удовольствие. Представляю вам наших дорогих гостей. И концерт начинает. Добрый вечер. Мне очень приятно, я первый раз выступаю в Магнитогорске. Ура! Я вижу очень много знакомых видов. Мне радостно, что мои друзья добрались в воду. А что за звон идет? Это только у меня? Да? Ну хорошо. Пока звук не нравится голосовой. Не нравится. Звон идет. Ура нет. Ага, хорошо. Сейчас я пою несколько своих песен. Дело в том, что я пою очень мало своих нудных песен и очень много чужих красивых песен. Но для того, чтобы представить, что я пишу, я попытаюсь петь сначала двоих несколько вещей. Песня называется «Бабочка номер два». Как бабочка, летящая к огню. Я знаю, что сгорю, но так прекрасен миг, когда коснется пламени из лица тончайшего крыла. И оборвет моих страданий и надежды нить, как паутинку. Жизнь мою. Бесстрашно и отважно и смешно. Но свечку налетить и крылья потерял. Надеяться, что жизнь прожил не зря. Оставить для других, оставить для других. Лишь крошку пепла до мгновенья, когда свечка всплывнет чуть сильнее. Но лишь мгновенья. Но лишь мгновенья. Еще одна песня, которая была написана давным-давно, здесь я автор только музыки, называется она... О, хорошее освещение для такой песни. Называется она «Баллада о сонном рысаре». Слова Павла Телмукова. Это не всегда еще после Мороза. В тумане странный образ вдруг может появиться, и ты его увидишь. Не бойся, не беги, проедет безобидно Угрюмый сонный рыцарь И конь, и конь Хромой на три ноги. Заржавленные латы Готовы развалиться И съедены до дырок Стальные сапоги Дорог не выбирая Блуждает сонный рыцарь И конь, и конь Хромой на три ноги. Когда-то на планете О нем крымела слава Он в честном поединке Любого был сильней Был меч его защитой Для бедных и для слабых А конь, огонь Был лучшим из коней Но вот одной колдунья Приспичило влюбиться Уйди, сказал ей рыцарь Собою мы враги И стал навеки сонным Несчастный этот рыцарь А как же конь А конь Хромым на три ноги. Не может не проснуться И не остановиться И конь его поменет Все веряет шаги Все веряет шаги Порою возникает В тумане сонный рыцарь И конь, и конь Хромой на три ноги. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Песня Песня Которая была написана Стихи из того же автора Из того же произведения Это «Королятник» или «Школа юных правителей» Называется она Песенка про трех ворогьев Я буду пытаться изображать то, что В свое время делал С помощью Амсамбля и друзей Там будут попытки изобразить Глубную гармошку Ну или мы играли на расчетке Вот Это я буду делать Делать голосом Не пугайтесь Да Это все нормально Здесь я про трех ворогьев В весеннее время Беслезный видень На крыши сидел молодой воробей Ему надоело Сегодня леталь Решил он Сидеть и ногами Другой воробей На дороге стоял И под ноги очень серьезно смотрел Хотел воробей Научиться ходить А вы знаете, что они прыгнули, да? И все думал, какой ему лапый шаг Какой же мне лапый шаг А третий слезал Воробей в небесах И крылья расправив, глядел с высоты И думал он гордо А ну их совсем А может я просто не крупный орел Ну вот, мы немножко познакомили Здравствуйте, теперь я расскажу Мы очень интересно ехали сюда Обо многом говорили Зашел разговор о политкорректности Очень интересное слово Вот И как-то подумали о том, что Это Не соль поступают на дороге, да? Ну, самое известное слово О политкорректности это негры Да, это афроамериканцы, правильно? То есть в данном случае Афроамериканцы Обрабатывали дороги Антиопределителями Вот так Но это просто негры посыпали Дорогу с Олиной Там было ужасно, конечно Но было весело зато По дороге Мы сюда добрались Очень хорошая погода сегодня В Магнитогорске С этой стороны Урал С другой стороны Урал Она очень такая снежная И с большими заносами Куча машин лежит Устали? Да, отдыхает Вот Мы, слава Богу, добрались до вас Сейчас я вам пою еще несколько песен Они уже Вот почему я заговорил О политкорректности Они немного не политкорректные Вы же меня простите, да? Сейчас Дело в том, что В этих песнях Все в конце умирают Это очень грустные песни Я не знаю, почему люди смеются Когда я их пою Самая такая древняя Средневековая баллада Которую я знаю Это баллада 16 Нет, 15 века Которая Которая нашла свое отражение Еще у Стефана Свейга Если вы его читали Вот Называется она Это баллада Ельон и Кабистань Ильон и Кабистань Был и рыцарь наш сельон А он мог обладел оружием И давным служить умел Он порвел супругу Свирепого Раймона Сеньора Руссельенского И песни о ней пел Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Дама сельмонта Молода была и прекрасна И полюбила трубатура Всем сердцем она И приказала Раймон Селить жену напрасно Как роза белая Свела в душе ее весна Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла И тогда Кильома встретил И убил Раймон резнивый Ему отрезал головы Вымыл сердце из груди И приказал заживеть сердце И подать в столу красиво Много бед уже случилось Но беда еще впереди То, что ели мы селимонта Никогда еще не ели люди Это сердце трубатура Единь влагами Стань, тут отрезанную голову Зал внесли на блюде Но графиня пришла в себя И сказала, дорожа, как власть Государь была наша кушань И для меня всего прекрасней Тут хотел граф своим оружием Селимонту поразить Но бросилась с балкона А настрик ужасный Так сама сумела дама Жизнь из тебя лишить И были скорби, печаль Постынули, дошли они до столицы Жалобы достигли слуха Арагонского короля И вылезла с Раймона И затащил его в темницу Там злодеи Бесславно сгинула Забыла его земля Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля Возле сердце В одной могиле Влюбленных похоронили О том, как они погибли Там надпись была И рыцари, дамы И рыцари, дамы На могил к ним приходили Что-то я за посты Да, тут же их молились И память от них жила Ла-ла-ла-ла-ла-ла Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Эй! Печерная песня. 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 Печерная песня.